Здравствуйте, в эфире программа Акцент в студии Кристина Прилуцкая. Сегодня поговорим про мошенников, которые продолжают разорять тысячи уральцев. У нас в гостях Рустам Муслумов, доцент кафедры педагогики и психологии образования УРФУ. Рустам Брафикович, добрый день. Добрый день. Сегодня стало известно, что Эксер-Бурженко в пятый раз стала жертвой мошенников. Ее по популярной схеме обманули, сказали, чтобы она перевела деньги на безопасный счет. А почему так происходит? Почему люди продолжают им верить и переводить свои собственные накопления, сбережения и деньги? Ну да, вообще в современной науке это одна из важных проблем, которую пытаются исследовать, пытаются понять, почему кто-то становится жертвой мошенников, кто-то не становится. Даже ввели целый термин, который обозначает склонность бы и к жертве. Это такой термин, как виктимность, от слова виктим-жертва. И выясняется, что люди становятся чаще жертвами, если обладают определенными личностными особенностями. Вот среди них, например, внешний локус контроля, то есть человек в основном ориентированный на мнение других людей. То есть он как будто бы свою точку зрения не отстаивает, а склонен доверять и возлагать ответственность на свою жизнь для другого человека. Но вообще по научным исследованиям считается, что как раз жертвами телефонных мошенников становятся чаще люди, которые обладают следующими характеристиками. Это обычно возраст старше 50 лет. Такие люди обычно менее информированные с какими-то технологическими особенностями. Это те люди, которые обладают таким наивным оптимизмом, верят в то, что в жизни все достаточно честно, и люди окружающие по отношению к ним искренние, и как это ни странно, у которых выражена ценность безопасности. То есть они очень волнуются, что с ними что-то произойдет. И вот что бы этого ни случилось, они готовы как будто бы себя отстаивать, включаться. И вот здесь и происходит промашка. Про телефонных мошенников тоже продолжим с вами тему. Есть ли такое, что они применяют какие-то психологические приемы? То есть как-то по-своему на себя, да? Да вообще это психологи прямо работают или нет все-таки? Ну, скорее всего, здесь о профессиональных психологах речь не идет. Явление очень массовое. И специально готовят специалиста, чтобы он стал психологом. Ну, наверное, было бы не очень практично. В большинстве случаев это работа по определенному скрипту, когда человек четко выдерживает алгоритм действий. И чаще всего начинается с того, что человека пытаются запугать, то есть вызвать у него резкую, сильную, отрицательную или положительную эмоцию, потому что манипуляция может быть, например, основана на радости. Вы только что выиграли, там у вас наследство, которое вы можете получить, и у вас есть возможность сейчас, заплатив небольшую сумму денег, оформить это наследство, стать очень богатым. Ну, или более распространенный вариант сейчас это напугает, сказать, что ваши счета заблокированы, что с вашим ребенком что-то произошло. В психологии есть такой очень известный специалист Даниэл Каннаман, и у него есть целое исследование, которое изучает виды мышления. Мы можем мыслить быстро, это эволюционно, целесообразно, когда мы выживаем в дикой природе, нам нужен такой механизм, когда мы очень быстро соображаем. И медленное мышление, когда мы все взвешиваем. Вот мошенник, он ориентирован на то, чтобы человек принимал решение очень быстро. Поэтому он его пугает, он его резко ограничивает во времени, он говорит, что сейчас у тебя нет возможности взвесить, проанализировать, нужно что-то срочно сделать. И все основные попытки отсрочить решение, они очень резко пресекаются. Если вы сейчас это сделаете, вы потеряете деньги. Если вы сейчас это сделаете, мы не сможем заблокировать ваш счет, ну и так далее. Но это же попадают, жертвами становятся не только пенсионеры или пожилые люди, это и молодежь, можно сказать, и люди, которые учат даже студентов в университетах. У коллеги, например, с УРФУ недавно в выборах была история, что тоже пытались испортить бюллетени. Чем все-таки они тоже действуют, обученные, умные очень люди? Почему так происходит? Ну, я думаю, что здесь различие состоит в том, что есть некое теоретическое мышление, когда человек может быть там светилой науки, очень хорошо разбираться в какой-то научной дисциплине, такой как химия, и практический интеллект, когда мы в моменте включаемся и можем вот это критическое мышление свое подключить и начать действовать более осмысленно. Вот, к сожалению, как раз ориентация мошенника на быстрое принятие решений, она не позволяет человеку умному включиться, потому что я уверен, что будь у нее больше времени, осмысливая на эту ситуацию, она бы, конечно, приняла более верное решение. А про молодых людей? Про них что можно сказать? Они чем думают? У молодых людей здесь как будто бы обратный эффект, здесь может быть такой внутренний момент, что я как будто бы разбираюсь в технике, и мне все подвластно. То есть если я там разбираюсь в каких-то играх, если я пользуюсь социальными сетями, если я могу посмотреть комментарии, отзывы о каком-то продукте или банке, у меня ощущение, что я будто бы разбираюсь и в каких-то видах мошенничества. Поэтому обычно ключевая рекомендация – это не продолжать разговор с мошенниками, минимизировать твой шанс взаимодействия с тем человеком, который вот как раз звонит для того, чтобы совершить преступление. А распознать как мошенников? Возможно ли это вообще? Каких-то три основных пункта, может быть, вы нам тут назовете? Ну, наверное, к основным пунктам здесь сводить было бы сложно, но чаще всего это как раз ситуация Центнота, когда нам дают резкое ограничение во времени, когда нас пытаются запугать, и когда возникает ощущение, будто бы нас ведут по какому-то скрипту. То есть человек говорит заранее подготовленные фразы, человек говорит излишне авторитарно, психологически давит. И в мошенничестве еще очень важный момент, чтобы мы попали вот в эти вот эмоциональные качели, как будто бы сначала нас очень сильно напугали, а потом нам говорят вариант решения, и человек как будто бы расслабляется, что все, ничего страшного, рядом со мной там находится на проводе, на связи авторитетный человек, который берет ответственность на себя, который говорит, как мне действовать. И там включилась целая система, меня защищает, меня оберегает, мне нужно просто выполнять инструкции. И как только человек начинает их выполнять, вот здесь он как бы уже и попадается. А особенности в поведении именно мошенников? Как разговаривает, как себя ведет, медленно, как-то быстро, наоборот, говорит? Чаще всего нет таких особенностей. Если человек звонит и представляется сотрудником банка, обычно это быстрая речь, использование каких-то экономических терминов, и человек, когда у него возникает ощущение, я не понимаю, о чем сейчас со мной говорят, он склонен, конечно, довериться. Если звонит и представляется мошенник сотрудником правоохранительных органов, сотрудником правоохранительных органов, это может звучать как-то грубо, может звучать с каким-то наездом, и зачастую человек использует какие-то факты, которые он незаконным образом уже добыл о вас. То есть он может сообщить, где вы прописаны, на какой улице вы живете, и это как будто бы вызывает доверие, ощущение того, что человек разбирается, действительно, все под колпаком, все под контролем, я могу ему довериться. А какие меры можно предпринять, чтобы не попасться? Вы вот уже говорили о том, что сразу класть трубку, не продолжать разговор. Что еще? Ну, оптимальный способ, на мой взгляд, это, конечно, минимизировать общение. То есть такая общая рекомендация, это поставить какую-то программу антиспам, которая будет предупреждать, блокировать о мошеннических номерах, о мошеннических звонках, и это хороший вариант, который отсекает, ну, примерно, наверное, половину, может, даже чуть больше таких звонков. В случае, если вы почувствовали, что что-то происходит не по вашему плану, если вас пытаются напугать, если вас пытаются надавить, то лучший способ решения этой проблемы тут же пресечь ситуацию общения. То есть вам звонят и говорят о том, что ваш счет там заблокирован, или там вас беспокоят правоохранительные органы, вы можете сказать о том, что если это правоохранительные органы, вызывайте меня повесткой, если это звонят из банка, то тоже нет никакой проблемы. Сейчас я повешу трубку и перезвоню в банк, обязательно вешайте трубку, перезванивайте в банк, уточняете, и с вероятностью там 99,9% ни банк, ни правоохранительные органы не будут вам звонить, не будут отвлекать своих сотрудников на то, чтобы решать такого рода проблемы. А телефонными мошенниками и именно вот в этом направлении, да, кто чаще всего становится? Ну, вообще исследований, которые бы могли нам попробовать, дать возможность изучить таких людей, на текущий момент нету. Ну, самый достоверный способ, если вам звонят мошенники, попросить мошенников пройти какие-то психологические тесты, я не думаю, что такой вариант возможен. Но есть исследования мошенников в целом. К сожалению, в этой категории далеко не все именно телефонные мошенники, и это такая категория, которые уже попались и уже сидят в местах не столь отдаленных, поэтому результаты могут быть не совсем точными. Но по тем данным, которые на текущий момент есть, это один из таких наиболее профессионально подготавливаемых видов преступников. Ну, там по статистике, по разным данным, до 32% тех лиц, которые осуждены за мошенничество, они имеют высшее экономическое образование. То есть это достаточно долгий срок подготовки. Люди, которые отбывают наказание за мошенничество, в большинстве случаев отбывают его в первый раз. То есть это люди, которые хорошо интеллектуально подготовлены, они понимают, чем занимаются, они много сил вкладывают в то, чтобы избежать наказания. И чаще всего психологические особенности это достаточно высокий эгоцентризм, мотивация заработать легких денег, какое-то время планирует человек поработать и потом уйти из этой сферы деятельности, скажем так. Но в большинстве случаев человек остается, конечно, до тех пор, пока не попадется. По официальной статистике, у нас такие преступления раскрываются в 20% случаев, хотя здесь, я думаю, что еще очень многие не обращаются, не говорят о том, что они стали жертвой мошенников, просто там махнули рукой и забыли. А мошенники, они как-то работают в команде, в группе, то есть один отвечает за одно, второй за третий, или все-таки это вот один человек, который продумывает себе весь и скрипт, и разговор, и номера ищет. Я думаю, что, конечно, здесь было бы лучше, если бы отвечал человек, который занимается подобного вида оперативно-розыскной деятельности, но вот из той информации, которую я знаю, и своих друзей, коллег, считается, что работают в основном в ситуации колл-центров, когда несколько человек занимаются обзвоном, отдельные люди занимаются тем, что подбирают, находят базы номеров, по которым можно позвонить, и какие темы будут наиболее актуальны для этих разговоров. Ну и чаще всего во главе всей организации стоят те люди, которые разрабатывают как раз скрипты, которые обучают и каким-то образом дают информацию о том, как взаимодействовать. К сожалению, большинство ситуаций, когда таких преступников ловят, заканчиваются тем, что осуждают только тех, кто непосредственно занимался прозвоном, потому что у нас по законодательству, если вы работаете в группе, то ответственность гораздо выше, а вообще ответственность за телефонное мошенничество, это статья 159, не предусматривает больших сроков наказания, там начинается наказание от двух лет, доказать их очень сложно, потому что это сложно и техническое по составу преступления, и поэтому само по себе доказательство вызывает много трудностей. Мы понимаем уже в последнее время, что просто информирования нам недостаточно. Как все-таки вот оградить людей от этих мошенников так в завершении? Ну, вот здесь на самом деле наша страна, она находится в таком особом положении в мире. Дело в том, что во всем мире технологии, они развивались более или менее поэтапно. А за счет того, что у нас произошел довольно резкий прогресс в сфере компьютерных технологий, мы как будто бы несколько ступеней перескочили. Мы от страны, в которой были пейджеры, сразу же перескочили в страну, где есть сотовые телефоны, онлайн-банки, и у нас эта сфера развита очень сильно. Человек, к сожалению, до этих технологий как будто бы не дорос. И многие вещи, связанные с безопасностью, они проживаются и осваиваются на протяжении времени. Поэтому многие оказались менее защищенными. Проблема телефонных мошенников есть во всем мире, и во всем мире ее решают прежде всего через информирование населения, через предупреждение. На мой взгляд, можно было бы еще добавить какие-то дополнительные вещи, которые связаны прежде всего с организацией противодействия такого вида преступлениям. Ну, во-первых, это повышение ответственности. То есть человек, который совершил такое преступление, он должен действительно получить какой-то реальный длительный срок, и тогда это будет останавливать очень многих. Должна быть повышена раскрываемость, и для этого, конечно, этим должны заниматься не рядовые следователи, оперативники, а должны заниматься какие-то, может быть, более компетентные, подготовленные в техническом плане специалисты Федеральной службы безопасности и каких-то других органов. На этом предлагаю закончить. Напоминаю, что у нас в гостях был доцент кафедры педагогики и психологии образования УРФУ Рустам Муслумов. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова